Из бумажных, то вы поймёте моё отношение к электронным книгам. Скажите. Ну, я думаю, раз в сто отличается. Худшую сторону. Но всё-таки будущее за электронными книгами. Ну, будущее, да, но поэтому я, например, вот закончу вторую книжку и займусь кино. Я не буду больше книжек писать, скорее всего. Потому что плохо оплачивается или неинтересно стало? Потому что плохо оплачивается, условно, в квартире. Это для меня важнее, чем сегодня состояться в творческих, понимаете. Поэтому, поскольку это всё вот так форматически изменилось, благодаря электронным книгам, то я здесь чувствую, соответственно, другие формы работы и заработка. Ну, это вполне логично. Друзья, мы вас всех приветствуем, кто к нам присоединился. Добро пожаловать на стенд Литрес, интернет-магазин электронных книг номер один России. У нас в гостях Павел Санаев, автор нашумевшей книги «Похороните меня за плинтусом». И сегодня мы хотели бы и об этом поговорить. Если, друзья, у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте их, я к вам подойду с микрофоном. Но мы хотели бы поговорить ещё и о другой книге, которая называется «Хроники раздолбают». Многие считают продолжением книги «Похороните меня за плинтусом». Но это ведь не совсем верно. Ну, это... да, не совсем верно, может быть, даже совсем неверно. То есть там роман был задуман как отдельное совершенно произведение и очень большое, поэтому он и был в обществе, в двух книгах. Но на самом деле ничего не стоило сделать это прямым продолжением. То есть назвать, наверное, пару раз героя Сашей, дать пару раз отсылку к бабушке какой-нибудь. И было бы такое стопроцентное продолжение, потому что понятно, что после вот той жизни, которая была, вполне вероятно, что да, наверное, вот такой раздолбай получился. Вот. Поэтому я бы не сказал, что здесь с одной стороны прям совсем не продолжение, а с другой стороны продолжение-продолжение. То есть, ещё раз повторюсь, ничего не стоило сделать это стопроцентным продолжением, немножко изменив текст. Но тогда бы роман «Хроники раздолбая» был бы очень сильно привязан к «Плинтусу». Ну, ну, всегда, что называется, да. То есть уже как самостоятельные вещи он бы не существовал. Только вот если вы, а вот надо почитать «Плинтус», тогда вы можете почитать «Хроники раздолбая», потому что это вот связано. Поэтому, естественно, правильнее это разорвать, но в то же время это и там не стопроцентная натяжка, что это там продолжение. Ну, такая, скажем, натяжка процентная для 50. Если я правильно понимаю, на книге, на обложке «Хроники раздолбая» стоит возрастной ценз 18+. То есть вроде бы как жизнь молодого человека, и у нас молодёжи много на выставке, и жизнь такая, что многие какие-то ориентиры в жизни теряют. Что важно? Деньги важны, любовь важна. Многие не знают, не понимают. Такое впечатление, что они никому не нужны. Вот читаешь в интернете, общаешься с молодёжью. Для кого эта книга, если старше 18 лет? Если младше, читать не надо. Я думаю, что можно читать, начиная с 16. Скажем, 15, может быть, и нет, потому что человек ещё, ну, может быть, не задумывается. Вот они кричат 15, 16 вполне можно. И то, что там два раза или три за всю книгу один из героев употребляет какие-то ненормативные слова, причём очень так мягко, и за это ставит 18+, ну, может быть, ну, может быть, такой сейчас, такие правила сейчас. Ну, я думаю, что кому 16 захочет прочитать, ну, так прочитает. Друзья, ещё раз приветствую всех вас на нашем стенде. Если у вас появляются вопросы к Павлу Санаеву, пожалуйста, просто поднимите руку. Я вас всех вижу, у меня такой большой обзор, как у гекона практически. Так что всех увижу. Просто руку поднимите, я к вам подойду с микрофона, будет возможность спросить. Друзья, кто-нибудь хроники раздолбает просто интересно? Уже видел, смотрел, читал? Ну, вот, 4-5 человеков. Первые впечатления можете поделиться? Да, ну, вот наши... Поделитесь, давайте мы посмотрим. Интересно, правда ведь? Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Впечатления, на моё удивление, потому что я не ожидал, были очень хорошие. Потому что, как вы правильно сказали, это действительно две разные книги. Поколите меня за плицей, на хроники раздолбая. Так как совершенно разные стилистики, совершенно разные подачи, наверное, совершенно разные вопросы, которые ставятся. Что для меня было интересно, ну, я, наверное, достаточно молод, и мне был как раз интересен процесс перехода из 80-х в 90-х, процесс этого развала. И, как у вас хорошо было описано, когда солёная вода мешает из пресса, и начинают появляться какие-то барракуды, которые начинают портить жизнь. Вот это мне и сравнение очень понравилось, и я действительно... Ну, меня действительно доцепило, и на самом деле у меня, наверное, очень... Ну, и впечатление очень хорошее, и вопрос достаточно банальный, когда будет вторая часть. Вторая часть, ну, вот я тут немножко отвлёкся на кино, сейчас продюсировал по своему сценарию фильм, комедию «Полное превращение». Где-то в феврале она ожидается в прокате, вот сразу после этого и приступлю дальше к продолжению. Просто я настолько уже не мог без киновоздуху, что я бы не... Просто не мог бы писать ничего, поэтому нужно было переключиться там на... На сколько? На 8 месяцев я отключился. Вот, а что сейчас сразу после фильма займусь. Хорошо, спасибо вам за ваше творчество. Спасибо. Благодарные читатели. Раз мы заговорили уж о кино, не знаю, правильно, много раз спрашивали, экранизация «Похоронить меня за плинтусом», насколько многие авторы недовольны. Вот у вас было такое недовольство хоть в чём-то, или вы всем довольны? У меня абсолютно недовольство, и в отличие от спектаклей, которые я видел по книге, сделанной там, я, по-моему, два или три спектакля видел, они мне гораздо больше понравились, чем фильм, потому что фильм там... Ну, там из четыре конкретных момента, не просто там абстрактно не понравилось, да, а четыре конкретных момента, которые мне совершенно непонятно, зачем было искажать книгу, да. Ну, самый простой момент, когда бабушка вместо вот этого монолога её финального, её просто в фильме не существует, да, и вместо гибели от того, что они забрали ребёнка как воздух, она погибает просто там от сердечного приступа, бегая вокруг стола. Ну, это настолько меняет смысл всей книги. Ну, представьте себе, я возьму экранизировать там Анну Каренину, и она у меня вместо того, чтобы броситься под поезд, сядет на неё и уедет там во Владивосток. Ну, это другая история, понимаете, поэтому, если ты имеешь, как бы, такое своё вольное видение, ну, пиши свой сценарий, зачем брать известную книгу и полностью менять её смысл. Вот это мне не понравилось, естественно, и это, собственно, главная претензия, остальные уже помилочные. Понятно, да, но, к сожалению, да, часто авторы не имеют такой возможности креативной полностью контролировать свой процесс. Всё-таки у вас и такая судьба, и занимались своими переводами, и писали тексты для кино. То есть, всё-таки, что для вас важнее, кино или литература? Писать или снимать? Ну, давайте, может быть, поставим вопрос, что мне больше нравится. Ну, снимать, конечно. На ваш взгляд, это очень простое объяснение, потому что, смотрите, вот, например, я себя чувствую абсолютно чужим человеком в литературной тусовке. Просто абсолютно. Не потому, что там кто-то там, я плохой, а не хороший, а не плохие. Не об этом речь. Психотип, темперамент людей совершенно другой. То есть, чтобы сидеть в четырёх стенах и писать безо дня в день, там, как Варис Акониев, например, выдавать книги, нужно обладать определённым складом характера. Вот это настолько не мой склад характера. Вот мой склад характера, когда вокруг меня 50 человек, понимаете, и мы делаем вместе какое-то общее дело, и в этом процессе какие-то всё время происходят экстремальные ситуации. Нужно немедленно принимать решения, нужно что-то всю секунду сообразить, как сделать. Да, и вот этот вот адреналин и кураж съёмок, и ощущение, что ни один день не похож на другой. Вот сейчас, например, я еду там, забирал своих родных с дачи, у меня там жена, бабушка жалуются. Вот как быстро лето пролетело. У меня ощущение, что это лето было год, потому что у меня были съёмки, и такое количество каждый день не похож на другой. Сколько вот так? 60 дней в общей сложности. Ну, там, 30 дней снимали, и 30 дней готовились. То есть я писал сценарий. То есть ощущение, что было огромное совершенно лето, насыщенное событие, потому что каждый день абсолютно не похож на другой. Ты приходишь домой, ты падаешь, потому что от перенасыщенности событий. А когда ты пишешь книгу, ты утром встал, съел, встал, съел, встал, все, а так и за дня в день год. Ну, для меня это психически, это меня вывешивает, просто меня вгоняет эту депрессию. А можно сказать, что, будучи вот в этом процессе творческом, киношном, вы всё-таки берёте на себя всё. И сценарии пишете, и режиссёры, управляете людьми, и в творческом процессе. Просто это интереснее, как ты делаешь. Ну, это, во-первых, неинтереснее, во-вторых, я сценарий пишу, но если мне придёт хороший сценарист, который придёт, принесёт замечательный сценарий, я с удовольствием буду с ним работать. Это не значит, что у меня бзик, вот я снимаю только своё. И я делал там сценарий по чужим идеям, каким-то разрабатывал, это совершенно не проблема. Но, как я уже сказал, психологически меня это занятие реально вгоняет, ну, фактически в депрессняк. Поэтому, если бы мне не было что написать, вот в одной книге, во второй, я бы, я вас уверяю, я бы этим никогда в жизни не занимался. И поэтому, в общем-то, жду закончить вторую книгу и заняться уже тем, что нравится. А там как пойдёт. То есть третьей книги нам не ждать? Ну, я не знаю, нет, мало ли как. Знаете, никогда не зарекайся. Всякое было. Может, я в кино разочаруюсь и скажу, нет. Характер же тоже меняется со временем. Друзья, приветствуем вас всех на нашем стенде. У нас в гостях Павел Санаев. Поэтому, прошу вас, друзья, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Редкая возможность живую пообщаться. У нас обычно привыкли все общаться в интернете. Есть вопросы? Я задам вопрос. Я-то в микрофончик, пожалуйста, говорите погромче. Павел, я только что услышала, что ты не собираешься писать третью книгу. Как же так? Я говорю, никогда не зарекайся, но прямо вот так вот, пока не собираешься. Ну, пошло, не надо разочаровать читателей, собравшихся из книг. И ожидания честных издателей, которые ждут тебя. Я честен с читателем. Я считаю так, есть о чем писать, пиши, а нет о чем писать. Ну, и полно других занятий, чем заниматься. Можно мебель прекрасно делать. Ну, я просто знаю авторов, которые вот они авторы, вот они годом в год должны писать новую книгу. Ну, если там ни о чем не написано, ну, пусть бы он лучше, я не знаю, холодильники создавал. Ну, серьезно. Паш, не разочаровывай нас. Мы ждем. Ждем с нетерпением. Посмотрим. Как пойдет. Люди требуют и ждут. Хотел спросить такой вопрос, задать вот такой вопрос. Вот раздолбай и тунеядец, как говорили в советское время, это разные вещи в вашем понимании? Они, конечно, разные. Просто раздолбай и тунеядец, это человек, который живет за чужой счет. Раздолбай может и не жить за чужой счет, он может, в общем, и как-то сам себя содержать, но при этом оставаться раздолбаемым, то есть человеком без каких-то четко выстроенных целей, без стратегии и тактики своей жизни. Да, вот здесь стратегия. Я там хочу через 5 лет прийти вот сюда. Для этого нужно вот так, вот так, вот так двигаться. Это есть какая-то осознанная жизненная стратегия, тактика. Если у раздолба ее нет, обычно, что есть раздолбайство, да, когда этого нет, когда есть жизнь сегодняшним днем. Вот пример, я разговаривал недавно с одним молодым человеком, он там как-то работает, что-то зарабатывает, все деньги у него исчезают. Я ему говорю, ну начни там, есть такая система, откладывать там каждый месяц в два раза больше, чем в предыдущем, в течение года. Там в январе 100 рублей, в феврале 200, в марте 400, потом 800, потом 1600 и так далее, так далее. В конце получается довольно большая сумма. И если ты психологически знаешь, что тебе через 9 месяцев нужно положить достаточно большую сумму, ты уже думаешь, как бы какие-то найти источники в течение этого времени. И это мотивирует. И не говоря уже о том, что, в общем, отложить 100 рублей, можно, наверное, при любом уровне дохода. И 200 тоже, 2400. Поэтому первые три месяца, это ну совсем никак не, ну, не выбивает человека из его привычной финансовой колеи. Вот я ему уже раз 5 это толдычу. Нет, бесполезно. Он не может отложить 100 рублей. Тупо человек не может отложить 100 рублей. Это и есть раздолбай? Ну, один из примеров, да. А если вот, как бы, все-таки мне хочется, тут как много тем перекликается, во-первых, такой вот и внутренний ребенок побернул, да, и с другой стороны, вот как бы в советское время одно значило раздолбай, а вот в наше время раздолбай немножечко другое. Вы с этим согласитесь? Не было такой завязки на деньги тогда. Ну, знаете, на самом деле примерно то же самое значило раздолбай, потому что, как я уже сказал, раздолбай это отсутствие стратегии тактики. Ну, в советское время, что, какая была стратегия тактики, да, занять достойное место в жизни, быть уважаемым членом советского общества, быть там инженером на заводе достойным, или там быть директором совхоза, или там быть передовиком-трактористом, да, ну, то есть были какие-то нормы, ну, продвижения вот по лестнице социальной, чтобы быть среди уважаемых людей. И, кстати сказать, вот эти социальные границы были гораздо больше стерты в советское время, и это, кстати, было хорошо, что человек, занимающий достойное место в своей сфере, мог сидеть в хорошем санатории за одним столом с любым другим человеком, занимающим передовое место в своей сфере. То есть, скажем, передовик-тракторист запросто мог сидеть с генералом армии, уважаемым, в одном санатории, там, играть с ним на бильярде, да, и никто бы ни на кого не смотрел косов, потому что они бы понимали, что они оба достойные люди, и достойным считалось двигаться вот по этой лестнице, приносить пользу обществу и так далее, да, но это было идеологически обосновано. Когда это все рухнуло, то, естественно, заработали простые самые механизмы финансовые, да, все то же самое, только завязано на финансовых механизмах, и, к сожалению, поскольку сокращается количество вот этих социальных лифтов, уже ты директором совхоза, так сказать, не продвинешься особо, да, то в этом смысле, конечно, нам сейчас послажнее приходится. Спасибо, друзья. Прошу вас, задавайте вопросы, будьте смелее. Секундочку, начнем с вас. В ваших книгах такой страшной листью проходит проблема ошибок воспитания. Ошибок воспитания. Воспитательные работы и со стороны родителей, и со стороны наверное, педагогов, вы в этом плане как-то выступаете перед такими профессиональными, полупрофессиональными аудиториями для того, чтобы изложить какие-то свои идеи в отношении воспитания и коррекции, вот неправильную воспитательность забыла? Нет, потому что у каждого тоже заниматься своим делом, да, я что-то, что, мне кажется, могу понимать, могу вложить в уста кого-то из героев и как поставить это в книге, да. Дальше любой человек, который, например, занимается воспитанием, если он видит что-то ценное, что-то полезное в этой книге, он может это или прямо в жизни, скажем, кому-то сказать, с кем-то поделиться, может предложить прочитать книгу, то есть это гораздо шире, чем, ну, скажем, вложив это в книгу, у которой, условно говоря, там 200 тысяч считателей, да, это вы напрямую адресуете это 200 тысяч людей. Вот сколько я, например, должен провести встреч, чтобы то же самое донести до 200 тысяч людей, да, проще делать это посредством книги? Еще у нас вопрос. Здравствуйте, Павел, меня зовут Марина. У меня, наверное, больше не вопрос, а просьба. Я очень много еще узнала о вас в общении с вами, не бросайте ваши читатели, у вас настолько нормальный и трезвый взгляд на вещи, у вас сейчас очень большая редкость. Если сложно писать книгу, не знаю, может быть, это будет какая-то колонка о каком-то издательстве, о каком-то издании, печатан журнал, деловое какое-то издание, но вам нужно писать обязательно. Я думаю, что сейчас этого не хватает очень трезвый, нормальный мужской взгляд на жизнь. Спасибо. Спасибо, я подумаю. На сайте Литрес можно писать. Друзья, еще раз всех приветствую. Добро пожаловать на наш стенд, на стенд компании Литрес, интернет-магазин номер один электронных книг в России. У нас в гостях Павел Санаев. У нас впереди совсем скоро очень приятная церемония, небольшая, но я хотел еще такой вопрос, немножко лично вам задать. Как на вас повлияла слава? Стремились ли вы к ней? Когда к вам пришла, что она изменила? В лучшую, может быть, в худшую сторону? В вашей жизни? Вы знаете, во-первых, я не ощущаю, особенно сегодня, вот такой-то такой прям славы. Потому что... Ну, что такое слава, да? Если мы говорим в момент некого узнавания, когда ты там приходишь туда, ты говоришь, а, вот, здравствуйте. На самом деле, ну, нужно быть там или эстрадным певцом и все время мелькать клипы, да? Или люди это очень быстро забывают. Вот когда у меня вышел роман, скажем, то там, ну, было очень много каких-то статей, интервью, я помню, там, месяц просто как на работу ходил на все эти интервью. И тогда вы узнавали, конечно, из приходишь, а, вот, здравствуйте, там, мы читали вашу книжку, так далее. Вот. Сейчас прошел год, и очень... Конечно, это пошло на спад, да, это узнаваемость. И я к этому совершенно спокойно отношусь, потому что я люблю, например, ну, вот так посидеть в кафе, как-то на улице, да, просто посмотреть на людей. И когда тебя узнают, это минус, потому что... Ну, я сам помню, как я так реагировал на каких-то артистов, которые просто сидели в кафе. Там, помню, Алексей Гуськоп сидел. Ну, просто вот сидел, сидел в кафе в скопе. Из-за того, что он узнаваемый, ощущение, что он не просто сидит в кафе, а что он вот выпендривается, он себя показывает. Но он не показывает, он просто сел себе в кафе. Но из-за того, что его в лицо знают, ощущение, что вот он себя показывает. Поэтому, ну, я абсолютно спокойно отношусь. Другое дело, приятно, когда книгу, когда книжка продается. Это разные вещи, да? Там какая-то личная узнаваемость и узнаваемость книги. Конечно, когда я там заезжаю на пензоколонку и вижу, что у меня книжка стоит в... Там, Дэн Браун, там, Минаев, Санаев. Ну, приятно. Конечно, если бы она внизу валялась на нижней полке, вот это мне было бы грустно. Вот. А так, нет, не грустно, так приятно. Вот, а лично узнавая, мне абсолютно спокойно. Дэн Браун, Минаев, Санаев, хороший такой ряд. Как раз популярный довольно-таки, да, все известные авторы. Друзья, есть ли у вас еще вопросы? Еще можно, я один вопросик мне хотел бы задать. Вы, вот чувствуете, вот, вы как творец, как создатель такого творческого продукта, насколько быстро вы растете? Насколько у вас, вот, знаете, бывает такая творческая смерть? Вот вышла книга, вот вышел фильм. Вот он, творец, говорит, все надоело, я меняю. Такого не произошло еще у вас. Ну, с книгой, давайте разделим книгу и фильм. Значит, смотрите, книги, на мой взгляд, да, если мы не говорим о билетристике, потому что теоретически я могу взять и сконструировать любой, там, не знаю, фантастический роман, предполосно. Если вдруг я решил когда-нибудь это делать, наверное, это нужно будет брать псевдоним или что-то, потому что совершенно разные вещи, да. Писатель, которого знают как писатель именно о жизни, настоящий, пишет какие-то вещи, и вдруг он ушел писать о пиратах, условно говоря. Ну, немножко странно такое, да. Ну, я сейчас замахнусь, чтобы было понятно. Ну, представьте, там Достоевский написал там «Бедные люди», а потом тут написал «Война миров». Ну, и не туда, и не сюда, понимаете. Поэтому, к чему я это все говорю? Что вот в той второй книге, которая является продолжением «Кроника Знолба» и окончанием этой истории, пожалуй, будет все, что я вообще на сегодняшний день своим, там, 45 годам хочу людям сказать. И, естественно, то, что человек накапливает с возраста от 21 года до 45, это в разы больше, чем он может накопить от 45, там, до 60, да, не говоря уж про 50. Это и та причина, по которой я не уверен, что следующую книгу вообще будет иметь смысл писать. Ну, покажи, а что, писать лишь пописать? Да, ну, я не уверен, что надо писать лишь пописать. Значит, если бы мне безумно нравилось сам процесс, то, наверное, я пошел бы в билетристику, да. Но поскольку сам процесс мне нравится меньше, чем кинематограф, то вопрос, вот я не знаю, на самом деле, чем я займусь, на чем я сконцентрируюсь после вот этой второй книги, продолжения «Кроника», да, завершения. Но поэтому там про какой-то рост говорить сложно, но там вот есть какие-то вещи, которые надо поделиться? Они есть. А вот с кино другая совершенно ситуация. Там бесконечный процесс, потому что есть огромное количество режиссеров, творчество которых можно разбирать, видеть какие-то их приемы, придумывать какие-то вещи, искать какие-то находки. Там больше, с чем можно покопаться, на мой взгляд. Другое дело, что фильм по сравнению с книгой, ну, живет гораздо меньше. Вот такая штука, понимаете, потому что, ну, скажем, вот, смотрите, «Плинтус» я написал в 96-м году, в 2003-м там вышла книга-то настоятельная, да, и она до сих пор жива, она везде продается, ее там читают, и новые читатели появляются и так далее, да. Фильм, снятый два года назад, сегодня уже там никто не помнит, что был такой фильм. Ну, возьмите, ну, даже возьмите, ну, вот назад выходила «Легенда-17», например, да, да, все легенды 17, легенды 17. Ну, сколько прошло время, уже, а, вот уже «Звездстражи галактики», уже это все, то есть кино живет не три недели, понимаете, и потом только если это какой-то очень-очень там успешный фильм, ну, да, у него есть еще последующая жизнь там на видео, на цифре, ну, там в домашней коллекции, но это совсем разные вещи, конечно. Я вас понял. Друзья, есть ли вопросы к нашему гостю? Давайте послушаем. Здравствуйте. Санте, у меня довольно давно занимал этот вопрос. Книга написана 18+. Мы сейчас говорили о том, что книга может стать 16 лет. А все-таки, по вашему мнению, для кого вы пишете? Для тех, для дальнейшего поколения, которое может узнать себя в герое, или для прошлого, которые могут срабить себя с другого? Понимаете, если книга написана конкретно для кого-то, то это плохая книга, потому что, ну, как можно писать книгу конкретно для кого-то, да? Я пишу ту книгу, как-то она, не знаю, может быть, она уже где-то существует в природе, а просто через меня там ее надо, ну, взять на себя труд записать. Я не знаю. Есть люди, для кого она, кто ее принимает, да? Причем это могут быть люди от 16 до 70. Нет возрастной группы. И есть точно так же люди от 16 до 70, которые ее абсолютно не принимают. И говорят, ну, какой-то бред, там, какая-то чушь, что-то с каким-то внутренним голосом разговаривает, надо было к психиатру пойти, а он там, что-то вот. Вот, понимаете? Поэтому это не зависит от возраста, не зависит ни от, там, социального положения, ни от склонности человека. Это зависит, скорее всего, ну, просто от какого-то, от характера, от мироощущения, которые у всех разные. Да, вот есть какая-то группа людей, кому эта книжка не то, что адресована, кому она подходит. Наверное, кто видит как-то жизнь, мир, там, созвучно с тем, как вижу его я. А кто-то видит, если его совершенно по-другому, они не принимают. Это нормально все. Спасибо большое. Дорогие друзья, я с огромным удовольствием хочу объявить очень небольшую, официально очень такую радостную церемонию. Есть много литературных премий, у нас есть своя литературная премия, она называется «Электронная буква 2014». Она была учреждена компанией «Литрес». Мы хотим от всей души поздравить Павла Асанаева как победителя в номинации «Проза года» и вручить премию. Сейчас давайте поаплодируем. Премию вручает генеральный директор компании «Электрес» Сергей Анарин. Хотел бы поздравить Павла с премией «Проза года». Приоткрою небольшую завесу тайны. На самом деле вы у нас были в шорт-листе и бестселлер года, но там тяжелые конкуренции с другими авторами проиграли. А по моим личным заметкам у вас, наверное, одно из самых высоких КПД, потому что на две книги вы попадаете как минимум в шорт-листы двух премий, а одну из них выигрываете. По обеим книгам есть аудиокниги, что, на мой взгляд, заставляет просто человека изучать вашу творчество со всех сторон. Поэтому, конечно, третья книга, четвертая и так далее не помешали бы, мне кажется. Но вам виднее. Поздравляю еще раз. Еще раз поздравляем с победой. Друзья, у меня вопрос. Есть ли желающий автограф получить? Давайте, да. Попросим, тогда входите по очереди. Вот можно такой, на этот стульчик присесть рядом с автором. Девочки, не закрывайте дорогу. По одному человеку подходите. По одному человеку подсмойте все. Ну, я купола. Я купола. Я купола. Наклоняйте. Ну, что, наклониться не можете, дорогие мои. Спасибо. Да. А, пожалуйста, подставляем? Друзья, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...